Человек боится идти к врачу, в том числе потому, что не хочет слышать, чем и насколько он болен. Осознанно или нет, мы не хотим знать горькую правду, ведь тогда придется на нее реагировать. Разумеется, проще засунуть голову в песок и надеяться, что именно в нашем случае все рассосется само. И я думаю, что по этой же причине многие из нас не решаются вести бюджет и отслеживать, куда расходуются их деньги. Ведь, как и в случае с доктором, обнаружив неверное использование финансов, на это придется реагировать. Разумеется, есть и другие причины того, что люди не ведут бюджет. Лень, скука, незнание и другие. Но я вижу, что желание отложить решение или даже обсуждение денежных вопросов находится среди основных причин. И на этой неделе я расскажу, почему так выгодно и полезно изменить эту ситуацию именно тебе и именно сейчас. Я Ольга Завьялова. Мама, бабушка, христианка и бизнес-леди, которая обожает получать хорошие советы от профессионалов и знающих людей. И если вы похожи в этом на меня, то обязательно подпишитесь. Здесь много полезного. А мы вернемся к деньгам и бюджету. И первая мысль будет о том, что твои деньги знают все о твоих приоритетах. Часто гораздо больше, чем ты сам или сама. Как это? Дело в том, что если посчитать, куда ты тратишь доход, то в этих числах нет двоякости, нет недосказанности. Все однозначно и четко. Я бы даже сказала безэмоционально. Давайте, как обычно на примере. Если я, скажем, хочу сделать ремонт, то мне нужно закупать стройматериалы и оплачивать услуги строителей. Но если в моем бюджете нет таких строчек, а вместо них походы в кафе и выплаты за дорогой отпариватель, то, что бы я ни говорила, ремонт у меня не в приоритете. Аналогично с инвестициями в себя, то есть развитием существующих или получением новых полезных навыков и умений. Если таких строчек в бюджете не обнаружено, то не стоит обманывать самого себя. Эта задача не является важной для тебя. И последний пример про щедрость. Человек говорит, что не может помогать обездоленным или участвовать в благотворительных проектах просто потому, что у него или у нее нет денег. Но если бы он или она посчитали свои расходы по направлениям, то обнаружили бы правду, которую скрывают даже от себя. Есть много строчек, где можно было бы урезать расходы на пару процентов или даже больше, чтобы хватило на пожертвования, если бы это было в приоритете. И да, аналогично это относится к доходам. Мы говорим, что ограничены своей зарплатой или пособием, но если в жизни появляется приоритет высочайшего уровня, то 80% людей, которых я знаю, находят способ увеличить свой доход. Вывод. Хотите узнать правду о своих текущих приоритетах? Хотите лучше знать самого себя? Попробуйте пару месяцев записывать все свои расходы, разбивая их по направлениям. Это бесплатно. Но польза может сравниться с консультацией профессионального психолога. Шутка, конечно, но основана на личном опыте. И, конечно, этот совет подходит исключительно тем, кто хочет разобраться в себе. Для остальных бюджет не только не поможет, но и приведет к ухудшению эмоционального состояния. Грустно будет, проще говоря. Поэтому лишь тебе решать, хочешь ли ты жить в реальности или в иллюзиях. А пока ты решаешь, озвучу вторую мысль, как продолжение первой. Я часто слышу и читаю высказывания типа «Мне не повезло родиться в семье богачей» или «Мои родители не оставили мне большое наследство». Все верно, нас таких большинство. А мысль моя о том, что если тебе не понравилось это, то теперь от тебя зависит, какие решения ты примешь и какие действия будешь делать, чтобы уже твой ребенок не сказал то же самое. Да-да, я предлагаю сегодня перевернуть эту мысль, развернуть ее на следующее поколение, на твое следующее поколение. А если ты сейчас подумал или подумала, что ничего нельзя изменить, и что миллионы всегда остаются у одних и тех же фамилий, то я тебя обрадую. Это совсем не так. Пару лет назад проводили несколько независимых опросов миллионеров, и выяснилось, что 86-88% из них не унаследовали свои миллионы, а заработали в течение своей жизни. Другими словами, это не предопределено твоей семьей, а в большей степени зависит от тебя, твоих финансовых целей и того, какой финансовый багаж или финансовое благословение ты хочешь оставить своим детям и внукам. Итак, если ты хочешь оставить наследство, то это должно быть в списке твоих целей и приоритетов, а значит, как мы выяснили выше, должно отражаться в твоем бюджете. Например, это может выглядеть вот так. Это всего лишь одна из версий. Первое. Найти и отказаться от расходов, которые не помогают этой цели. Импульсивные покупки, показное потребление прежде всего. Но также сюда относится то, что мы покупаем по привычке, разные подписки, например, или то, что по шкале приоритетов в самом низу. Часто это мелочи типа кофе и снеков, которые покупаются походя, так как стоят недорого. Однако в разрезе месяца и тем более года могут складываться в большую сумму. Второе. Отказаться от вредных привычек. От одной за раз. Например, в моем случае от сладкого. У кого-то это будут сигареты и спиртное, а у кого-то постоянное превышение скорости и необходимость оплачивать штрафы. Здесь у нас есть возможность поймать двух зайцев. И деньги сэкономить, и качество жизни повысить. Третье. Избавиться от долгов. Всем известно, что покупая в кредит или в рассрочку, мы платим в 2-3 раза дороже. У человека без долгов заведомо больше возможностей оставить наследство. Если, конечно, ты не планируешь переложить свои кредиты на детей в качестве этого самого наследства. Опять же шутка. Четвертое. Создать резервный фонд на случай непредвиденных расходов. В простонародье – заначку. Такой фонд очень важен как подушка безопасности от этих самых долгов и других высоко затратных решений в чрезвычайной ситуации. Специалисты говорят, что он должен равняться 3-6 размерам твоих ежемесячных расходов. Пятое. Инвестировать. Прежде всего, самого себя в развитие навыков и умений, которые хорошо оплачиваются. Это нужно для увеличения доходной части твоего бюджета. А также вкладывать деньги так, чтобы они начали делать деньги. Я обязательно подробно остановлюсь на этих вопросах, но в следующих видео. Кстати, хороший повод подписаться. Шестое. Быть щедрым и жертвовать на богоугодные дела и проекты. В Библии, в книге Притч написано, что давать бедным все равно, что давать в долг Господу. Он воздаст тебе, если ты был добр к бедным. На мой личный взгляд, это самый важный пункт из этих. Ведь если Бог решает благословить человека, то вероятность, что этого благословения хватит не только ему, но и на следующее поколение, повышается очень сильно. Согласны? Разумеется, я не озвучила все пункты и не описала их детально. Надо что-то оставить на будущее и не перегружать. Но основная мысль в том, что чтобы оставить наследство, нужно позаботиться заранее, и это должно быть отражено в бюджете. Иначе будет как в той присказке. Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Так и тут. Наследство формируется с возрастом, но иногда приходит только возраст. И последняя мысль на закуску. 30% успеха в введении бюджета добавляет наличие наставника. Человека, который сам делает это же какое-то время и готов научить и поддержать. Я знаю, что практически каждый из нас справится и сам, ведь в записывании расходов и доходов нет ничего сложного. Однако именно наставник дает больше мотивации, в том числе и за своих собственных успехов и результатов. Именно он заметит в своем бюджете то, что твой мозг попытался спрятать или просто не обратил внимания. Хороший наставник поможет поставить те самые приоритеты, чтобы они соответствовали не общественным догмам или разным популярным мнениям, а делали счастливым именно тебя и близких тебе людей. Хороший наставник – это редкость. Впрочем, как и любой хороший специалист, он или она умеет поставить твои цели выше своей выгоды. Он или она будет с тобой и на твоей стороне. Именно поэтому его или ее стоит поискать, стоит потратить время и силы. И здесь упор в том числе на слово «стоит». Не обязательно стоит денег. Иногда стоит времени на поиск и на хороший выбор. А иногда стоит собственных усилий и желание меняться, чтобы соответствовать высоким стандартам хорошего наставника. И да, если есть желание задать вопрос, добро пожаловать в комментарии. А если что-то очень личное, мой телеграм-ассистент к твоим услугам. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok